Не выпал у нас снег. Это центр нашей деревушки. Я включил запись. Да, у него чашка покрупнее, чем у этого. Здесь ткани побольше. Они прекрасные. Доброй ночи, уважаемые телезрители. Всем привет, друзья мои. Опять мы дождались темноты и поперлись. А куда мы прем? Мы прем к нашему коллеге. В команде саморез играет Артем. И у него есть для нас приколюшка. Мы приедем к Артему. Он нам предложил кое-что на очень выгодных условиях. Путь. Погнали. Вот, уважаемые друзья. И выпал у нас снег. У нас наступила настоящая зима. В середине ноября пора бы уже. Обычно в июле уже начинается. Фуксуем, но не дрифтуем, так как у нас автомобиль передний привод. Это центр нашей деревушки. Вот такая у нас узкая центральная машина. Здесь собирается богема сибирская. Молодежи. Страивая тусы, на иномарках. Сейчас мы будем проезжать наш прекрасный кинотеатр Победа. Построен, хрен знает когда. Но я у нас давно давно. С тех пор ничем не изменился. Ну, гирлянды повесили и свет сделали. У нас вчера такое событие произошло. Артем задонатил нам щитки бесплатно. Естественно, мы поехали снимать на видео. И один человек не включил запись. Прошу прощения, друзья. Нам нужен оператор. Да вот они эти прекрасные щитки. Очередная бэушка у нас. И стал выбор у нас теперь. Рибок либо Бауэр. Я склонен к Рибоку, так как я еще и сам чинил. Трек-н-ролль. Стильные у них вентиляции есть. А у этих нет вентиляции. Я не знаю, комфортно у них ездить нет. А вот, кстати, спросить у Артема. По какой-то причине он все поменялся. По какой-то причине он все поменялся. По какой-то причине он вообще меняет ему нет. Плюсы и минусы этих щитков. Друзья, почему я должен оставить эти, а не эти? Либо эти, а не эти? Как вы думаете? Какие бы вы себе оставили? Я бы, наверное, вот эти все делить. Я не знаю. Вот плюсы вот этих щитков. Сзади часть ноги здесь больше защищена, чем в Рибоках. Здесь вот определенно защищена икра. Здесь нет. Это плюс Бауэра. Минус Бауэра в том, что, как Александр считает, что это минус. Здесь вентиляция слабая. Вот у Рибоков, посмотрите. Вот смотрите, как щитки рыбок. Благодаря вот этим вот отверстиям вентиляционным ноги дышат и не потеют. Ноги дышат, да. А вот эти герметичные настолько, что я не знаю, насколько они там дышат. Благодаря, конечно, вот здесь есть подкладка. И то вот в этой подкладке отверстие какое-то. Не знаю, насколько оно вам там видно или не видно. А как сюда воздух попадает, это вопрос сложный. Ну, видать, за счет каких-то там... Там баллон кислородная вода. Я не знаю, кому-то нравится ездить потеть, а кому-то так чуть-чуть потеть. На любителя. Но вот эти мне больше комфортно, так как я в них уже поиграл. Я бы, конечно, удовольствием поиграл бы вот в Бауэре для сравнения, чтобы понимать, каких лучше. Но вот эти Бауэр, что они какие-то широкие там. У них вот здесь пластик широкий. А Рибоков четко по ноге сидит. Да, у него чашка покрупнее, чем у этого. Здесь ткани побольше. Обе хорошие модели. Мы пришли к тому, что у нас две модели, они очень идентичные, хорошие. Какие? Индентичные. 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 Эдентичные. 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 Модели. И вот он, выбор сложный. Когда, конечно, перед тобой дешевая какая-то модель, или убогая. А здесь единственное, вот у Рибака сложный выбор сделать. А, легко делаешь выбор. Я его люблю. А здесь только Рибак единственное, знаете, что ремонтный, кстати, друзья. Ну вот смотрите, вот у этих складов лайнер. Ну, лайнер, да, по профессиональному жаргоне лайнер. Облегченный. У этого лайнера, у Баура X100. Сейчас я вам покажу. Плотный. Ой, ё-моё. И, кстати, у этого Баура ещё я хочу заметить вот такой лайнер. Смотрите, какой. Два лайнера, они оба разные. Авиалайнер. Мне кажется, вот этот будет лучше летать. У него динамика хорошая. Лайнер, он должен же лайнировать. А тот, и мы узнаем, какой лучше. О, Рибак определённого играет. 100%. Поэтому Артём поменял шутки. Это погиб раньше времени. Так, смотрите, друзья. У Рибака 9К. Две липы. Верхняя часть и нижняя часть фиксирует. У Баура у него три яжда. И одна по центру, прям самая такая широченная. Ну и плюс дополнительно, у него здесь защита пожёстче стоит. Здесь, видать, тройный пластик. А у Рибака нет. Но зато у Баура нету вентиляции, как у Рибак. Заметен? Ну это, мне кажется, не такой минус уж. Друзья мои. Они прекрасные. Давай тогда один Рибак оставишь, один Баур. Чтобы никому не было один. Как вариант. Всё, друзья. Выбор сделали. Оставляем Рибак. Баур продаём. А в Великой Неребурке есть правый Баур, левый Рибак. Кстати, надо ещё подумать, какой оставить. Правый или левый Рибак. А, ну вот у Баура есть ещё вот здесь гибкий. Это очень хороший плюс. Ну, вообще, может быть, это и маркетинг. В принципе, жёстки никогда не мешал. Проблема у щитков есть, они перетираются в этих местах. А может быть, здесь такой проблемой и не будет. Давайте глянем. Вот они. Да, нет, всё-таки. Всё трётся, друзья мои. Здесь, да, здесь вот у них мясная резинка. Тоже, да. Вот мы долго сомневались, сомневались, сомневались. Потом решили ответственность себя снять. И Максиму я писал, может быть, ему Рибак больше понравится. Он сказал, по размеру ему больше подойдёт 14 Рибак. И вроде это и грустно, и с другой стороны. Ну, Бауэр посвежее модель. У нас задача-то одеться как можно лучше. Конечно, мы не будем учитывать эту стоимость. Мы будем считать, как мы купили за 500 рублей, так они нам и остались, я так понимаю. И деньги, которые Максим нам за эти щитки хочет заплатить, мы тоже в проекте не будем учитывать. Это деньги для другого совсем, да? Мы же договорились, что бесплатные вещи мы не учитываем. А, мы сделали... Да, мы просто меняем, мы... Поветами это всё. Да, просто мы щитки, которые взяли эти 9К, до сих пор не верится, за какую сумму мы их взяли. Был ремонт, Максиму фотографию отправили. Он сказал, устраивает. Максим сам предложил цену за них 4 тысячи. Максим, будешь кататься и доволен. Я покатался на двух ощущениях, они были вообще великолепны. Максиму, я объяснил, что деньги, вырученные с этих щитков, пойдут не в карман, а мы сделаем одно доброе дело, а может быть и два. И Максим предложил 4 тысячи. А вот эти прекрасные щитки, от которых Саша открещивался сначала, потому что ему не понравилось, что здесь нет вентиляции, как на рыбок. Может, просто сверлить, да? Да не надо сверлить, ничего. А, ну здесь-то, видишь, даже и сеточки. Я хотел бы такие щитки себе. Ну, а ты поплачешь, пока ты не делал, хорошо? Как говорится, не было бы выбора, было бы легче. Ну, ладно, все, раз договорились. Ребок уезжает в главный город Екатеринбург. У нас остается Бауэр. Да, может, это и к лучшему. Но, по-моему, за счет того, что это Бауэр, да, из-за того, что свежая модель. В принципе, если посчитать по курсу доллара, в каком году выпущены эти щитки были, и в каком сейчас, мне кажется, вот эти дороже даже будут. В принципе, больше, друзья, рассказать сильно о них нечего. Чего он так несправедлива в жизни? Диман, ты что там делаешь, разминаешься? Я ваш подменник. Встретили подписчиков. Живан, расскажите, что сегодня не получилось? А что получилось в этой игре? Когда он разбогатеет, он за эту рекламу заплатит нам. А это твои награды? Почему я вот только открылся? Вы из людей состоите, если вы видите блоги?